здравствуйте это видео специально для канала silicon valley boys для конкурса истории на успех речь пойдет о строительстве дома начнем наверное издалека по семейным обстоятельствам пришлось переехать из большого города маленький мой родной городок ну и здесь как работы программиста нет было работы высокооплачиваемые не было ну жить где-то надо было и я решил вместо того чтобы брать кредит какой-то ипотечный и так далее строить свой дом и вдохновленной книгой вадима зеланда решил строить не оба какой дома тот который просит моя душа стал искать по сайтам дизайны и наткнулся вот на вот этот вот дизайн судя по рисунку дом сделан из кирпича здесь вот задней стороны видно что из котельной труба идет наполовину внутри в доме а наполовину на улице ну тем самым отапливает этот дом ну мне этот дизайн понравился тем что здесь вот можно построить первый этаж и уже в нем жить и все как бы оставшиеся сейчас дома строить уже находясь рядом то есть хранить уже инструмент можно и так далее и тому подобное в общем так и сделал ну и вот в первый год я взял кредит купил земельный участок который был черном массив же различных участков который был выдан людям под малоимущим или с там где много детей ну вот такие бесплатные участки я не но я купил этот участок одной женщины и вот залил фундамент в первый год но это уже будет середина лета на следующий год мы с весны где-то с апреля с мая с родственниками наверное недели за 2 или 3 построили вот эту часть маленькую где значит я в общем-то и живу по сей день в этот же как период мы построили и гараж потому что зима это холодные электричество не было электричество не было года три с половиной с тех пор как я заселился три с половиной года не было электричество базил с работы я с работой возил аккумулятор на работе заряжал дома вот разряжал и как бы ни о какой удаленной работе или работа программистом речь как бы идти не могло там хватало так на освещение только снова недавно это полгода год назад электричество все-таки появилось и теперь теперь вот я ищу активно удаленную работу ну за четыре года технологии конечно уже ушли в общем то как бы языки они остаются языки задачи они в общем то и не меняются меняются только нюансы какие-то подходы и так далее те же самые старые вещи называются новыми именами и так далее история идет по спирали в третий год начал заливать фундамент по доставшуюся часть дома и котельную как это происходило то есть мы с отцом каждые выходные ну или через выходные по надобности ездили за камнями бутер так называемый песком и уже по будним дням я уходил с работы пораньше счет отпуска в общем то как сейчас и и делаю ну такой у меня начальник хороший удалось договориться и то есть до четырех часов дня работаю без обеда и потом уже оставшийся световой день заливая фундамент кстати вот в первый год вот в эту маленькую машину помещалась бетон-мешалка в разобранном виде электрогенератор потом 100 литров воды где-то в канистрах три мешка цемента лопаты там загружена было наверное больше чем даже можно было в нее нагрузить но вот toyota делают такие машины надежные можно сказать что я и ей и построил дом то есть спасибо ей большое четвертый год построил первый этаж оставшуюся часть также после работы отпрашивался и каждый день делал вообще на самом деле приятное было время потому что чай на костре очень вкусный и заходящее солнце тоже очень красивые пятый год был самым сложным потому что пришлось разобрать крышу ну и все равно осадки попадали в дом там живешь там же строишь вот так вот я придумал щититься но не очень эффективно вода стекает по штукам по брезенту но не вся чисто психологически конечно это сложновато было ничего пережил эту нашу построечку всякой дрянина собиралась а временно труба здесь будет в общем улавливает наверно процентов 70 80 воды остальное на пол так что смотрите сами дожди не часто были летом доделывал крышу зимой потому что процесс трудоемкий такой надо все закрыть до первых дождей поясни то есть вот где-то до декабря до 31 сделал основное потом уже с весны мне человек помогал родители финансово помогли то есть они платили ему где-то не 10-15 доделывали в этом году сделал крышу на разом какая радуга красиво ну не считая забор конечно так денег стало меньше в этом году так что я толком ты не работал так по мелочи ну если сравнивать с прошлыми как делим не туда даже на забор что мог сделала тут землю выбрал это под бак с водой воды же у нас нет центральной сейчас еще у нас правительство обсуждает вот налога на скважины то есть воду подводить не подводит но налоги вот вводит на скважины ладно это другая тема такое здание необходимо отапливать газа у нас нет ну как вы поняли уже у нас мало честь газа в общем нет дровами отапливать нереально потому что это ходить надо будет каждый час подбрасывать остается уголь ну или электричество электричество дорога вот углем чтоб отапливать как бы котлы то они примерно все одинаковые угольные и но у них есть общие недостатки над этими недостатками я начал задумываться прошлой зимой и придумал как их устранять сейчас немножечко расскажу о автоматизации угольного котла вместо резюме это блок управления угольным котлом особенность в том что он взвешивает подвес на котором расположен колосники и если угля недостаточно то он будет добавлять его путем вращения вот этого моторчика которые приводу определенному подведен там на разных углях у котлах он разный и 2 моторчик это управляет кочергой то есть он все время миша перемешивает уголь встряхивать его вот сейчас допустим потом показывает вес 0 9 килограмм 0 95 там может быть один округляет и вот он у нас весы так вот выглядит электронные весы и подвешен чайник если в чайник сейчас налить воды то вес сразу увеличится вот 1 и 2 стол то есть вот система видит что на колосниках достаточно угля и дабы добавлять его не будет то есть вот тот мотор дальний крутится уже не будет до тех пор пока нормальный вес есть то есть который указан на стройках нужно нажать настройки ну и перенастроить как вам нужно так дальше ну можно покрутить вручную если хочется поиграть в общем то система простая но нужно такое в природе я не видел поэтому думаю нише не занято и все будет хорошо сама система питается от аккумулятора и его же заряжает заряжает любым блоком питания в данном случае это какого-то 9 плеера 12 вольтовый блок питания понемножечку потихонечку заряжает то есть мощный не нужен никакой блок чтобы при отключении света не было никаких проблем остановок работы системы и так далее это повышающий преобразователь все это будет находиться вот в этой коробочке такая коробочка для него под под эти размеры разведена оплата китайцы молодцы изготавливают на заказ и небольшие партии так что эта система написана на java под android а это на си как бы все работает сейчас тестовый стенд еще соберу буду тестировать отлаживать вдруг что-то вылезет если котел можно еще как-то сделать самому сварить автоматику революционную настроить и так далее ну не покупать за 100000 его в магазине то вот с окнами и обшивка и так далее тут уже никуда не денешься это надо покупать не будешь деревянные ставить имеют и самодельские вот эти старинные окна вот и связи с чем вот у меня будет просьба михаилу петровичу случае конечно моей победы поспособствовать поиску удаленной работы программиста потому что я обожаю программирование как известно то что ты любишь делать она приносит как обычно хороший доход потому что все делаешь душой и так далее то что я умею я тут вкратце сделаю скриншот вот так в общем спасибо за просмотр всем пока